Всем привет, с вами Русский Гердос, и сегодня у нас в обзоре будут две китайские гарнитуры. Это у нас, так скажем, костная гарнитура, как называется, лих, bone conduction хедсет, и такая вот реплика Cobra Tactical Headset. Ну и, как всегда, распакуем всю эту херню из-за красивых блистеров и покажем вам. Начнем мы с bone conduction и так далее, все короче, похер. Как всегда, у нас тут есть сама гарнитура, на этот раз абсолютно бесполезная картонка, на которой ничего толком нет, ну, кроме того, как гарнитура должна у вас сидеть в ухе, я думаю, вы и сами разберетесь. Да, чуть не забыл, я уже их до этого открывал, и поэтому я куда-то проебал, вот он, вот он, вот он. Там еще лежал пакетик с запасной силиконовой накладочкой, которая чуть побольше по размеру, чем которая стоит в комплекте. Ну и так, собственно, посмотрим. Гарнитура у нас всегда на китайских тоненьких проводочках, но вокруг уха есть такая вот, так сказать, резинка, пластмасска и так далее, которая проводок немного защищает, ну и всегда его держит вот здесь вот, посмотрите, в напряженном состоянии, так что, скорее всего, здесь вот у нас быстренько порвется, перетрется нахер. Ну да ладно. Собственно, производитель заявляет, что эта гарнитура будет снимать звук, который вы говорите, собственно, с костей, ну и, собственно, прямо в само ухо передавать то, что вам говорят. Вот здесь вы можете посмотреть обзор на Накрик Уайт Про, один из моих первых, я рассказал про подобную систему. Но, в отличие от Накрик Уайт Про, имейте в виду, эта гарнитура не активная, то есть вы, по сути, глохнете на дно уха, когда ее носите. В данном случае ухо будет правое, потому что гарнитура заточена именно под него. Теперь реплика Кобры, открываем также блистер, собственно, сама гарнитура, оголовье, дополнительные болтики для фиксации. Картонка, в данном случае, бесполезна еще более, чем у Z011 Leek. Ну и так, собственно, что из себя представляет эта вещь. Короче, у нас есть, во-первых, металлическая скоба, за которую можно зацепить гарнитуру. Сейчас я это сделаю. Вот. И гарнитуру можно цеплять к каске. И, собственно, притягивать вот этими болтиками из комплекта. Либо гарнитуру... Как всегда, я же все открывал и проебал. Но эту штуку я достану. Можно прицепить к другой пластмасске. И на которую мы уже, люди, которые не любят каски. Можем прицепить, собственно, обычное оголовье. Сейчас примерно покажу, как это все будет выглядеть. Да, что интересно, на оголовье, вот здесь вот, на концах, вы видите, сделан заворот стропы. Так, наверное, будет видно. Сверху у нас что-то велка. А вот эти вот щели, они очень, сука, узкие. Поэтому довольно-таки неудобно сюда эту всю херню пропихивать. Это желанный крот, а? Так, надо с другой стороны делать, наверное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! На левую сторону, но динамик не фиксируется в другом положении. То есть вы только сможете поставить на левую сторону от вас. То есть на левую сторону головы. Микрофон, пожалуйста, его повернуть можно. А вот динамик хер там плавал. Так что левшам будет, наверное, немножечко неудобно. Ну и, в общем, сейчас мы потестируем, как они будут работать. Как передавать, как принимать. И опишем общие наши ощущения от них. Собственно, Айс сейчас одел карнитуру с костной проводимостью, взял рацию, отошел на безопасное расстояние. Мы сейчас послушаем, что он будет говорить и как он нас будет слышать. Итак, Айс, прием, как слышно? Айс, на левую, блядь. Я же необразованный мудак. Как слышишь нас? Ну, слышно нормально, неплохо. Тебя слышно глуховато. Теперь я попробую поговорить. Попробую шепотом что-нибудь сказать, будет ли снимать колебания. Ну, собственно, вы сами слышали. Айс, шепотом тебя вообще не слышно. Ни хрена. Ну, давай, расскажи о своих впечатлениях. Ну, во-первых, у меня уши, это, блядь, смесь чебуратора и еще какое-то поебение. Они торчат очень сильно в стороны, поэтому мне не все гарнитуры лезут. Например, вот эта душка, которая должна упираться в ушную раковину, почему-то у меня оттопыривается, как будто я инопланетянин с антенной. Впрочем, хуй его знает. Приходится ее куда-то постоянно впихивать, и она выпадает. Это неудобно. Слышу хорошо, почти не болтается. Вот эта херня здесь идет неплохо, но она так почти не держит, условно говоря. Вот вы можете видеть. Не особо помогает. Дальше нормально висит, ничего не мешает. Ну, я тут нацепил тангент. Есть дополнительное крепление. Можно зацепить заворотник, еще куда-то. То есть, ищите положение, в котором вам будет удобно, цепляете. Вот нормально. Ничего никуда не болтается, и она не отрывается, собственно. Здесь она гуляет достаточно свободно, просто позволяет провести провод через него. Это удобно. Поначалу я, как истинный мудак и дрищ, естественно, надел ее на другое ухо. Ну, мне положено, я не очень разбираюсь в снаряге. Я все-таки больше, как в приводах. Вот. И... Естественно, ни хрена не было слышно. Вернее, было, наверное, слышно. Примерно, как обычно, меня слышно на играх. Вот. Передача велась вот через это... Непотребство. Да. Но, так или иначе, это говно работает еще, так что... Тестировать больше не на чем. Мы уже наездках давно и... Ну, неудобно, короче говоря, иначе. Вот. Ну, а, собственно, все, что могу сказать. Будем потестировать. Может, возьму потестировать на одну игрушку. Возьму что-нибудь подобное. Или перепою и подъезу, и будем посмотреть. Что на первой, что на второй гарнитуре. Установка вот этого дела моими хлипкими руками. Выглядит как... Да, это респект элементу. Попробуем. Так. Надо это совать. Если я правильно помню, вот так, да. Это хуйня в ухо. Это вот так. Ну и как-то так. Ну что, я пошел. Хеликоптер Нихт по пистопалле. Так, ну и снова Айс убегает. Снова с вами моя плывшая рожа. Включаем нормальную рацию. Айс, прием, как слышишь нас? Прием, слышу хорошо. Пока говорю громко. Тебя слышно тоже отлично. Сейчас отстраиваю наушник. Он немножко... Опять же форма ушей сказывается. Ну и понятно. Ну с моими ушами никакая гарнитура неудобна. Слушай, у тебя иногда передача прерывается на полусловие. А, это я кнопку не дожимаю. Не привык говорю к этой тангенте еще. Ну, из минусов, что эта херня очень сильно обзор закрывает мне как раз таки с левой стороны, а я иногда с левой руки стреляю. Ну, на правило и хер перевесишь, как я уже сказал. Ну, вот сейчас поправил. Меня нормально слышно? Да, слышно хорошо. Попробуй поговорить потише. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, собственно, как вы слышите, шепот даже слышно более-менее нормально. Можно услышать, если у вас хороший гарнитура. А ну-ка, повтори. Ну, давай впечатление свои, описывай. Ну, собственно, вот. Выгляжу как ебаный Рэмбо и опять же примесю чебуратора. Ладно, хоть эта хуйня немножко прижимает уши. Вот это поебень очень мягко висит. И не идеально передает звук. С другой стороны, я не глохну на это ухо. И достаточно хорошо слышу окружающую обстановку. Вдобавок, стрельба с левой руки. Я люблю стрелять с левой руки. Мне это реально удобно. И, блин, вот вечная проблема всех этих боуманов и прочих, что есть у меня микрофоны. Я не могу нормально работать с левой руки. Упираюсь щекой в приклад и всё, шамдец. Так, в целом, я доволен. Слышно достаточно хорошо. Немножко не хватает низов, но зато они глушат. В лесу во время контакта могу что-то не услышать. То есть, у нас средние частоты как раз-таки в районе там 400-800 Гц должны поступать из уха. Одновременно с этим вокруг творится пиздец, крики, вопли, стоны и взрывы пуканов. Поэтому как-то вот, ну, они на той же частоте примерно, поэтому будет немножко подавливать. Может быть, придётся немножко громче сделать родейку. Ну, сейчас чуть не передай, я погромче сделал. Ну, да, чуть тут лучше стало, но она подшипливает немножко, так как-то среднее качество звука. Не знаю, мне в моём бомбине, мне оно нравится побольше, потому что всё-таки там ухо немножко прижато с двух сторон, а не с одной. Так, в целом, ничего, сидит хорошо, эта херня сверху, в принципе, намного удобнее, чем вот такая штанга микрофона. Ну, не знаю, выглядит, конечно, пиздец, по виду мне она не нравится. Ну, а как всегда, в конце поговорим о вкусном, о ценах. 24 доллара на e-Bursof, 30 долларов на e-Bursof. Больше нечего сказать. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»